обращаю ваше внимание на очень интересную проблему которая сегодня в наше время как-то осталось за кадром раньше мы верещали как драные телогрейки по каждому чиху из этого направления а сегодня лежим как вторсырье и постепенно испускаем какие-то запахи по поводу того что даже и не помним что когда-то всего лишь 10-15 лет тому назад тема клонирования была настолько глобально что она занимала умы всех нобелевских лауреатов и оставалось только ждать когда эти клоны всеми своими армиями шагнут в нашу жизнь и от той самой овечки доли которую многие теперь даже и не помнят тянулись какие-то нити в нашу с вами реальность и угрожали нам введением клонированных войск а сегодня посмотрите что происходит роботы тема роботов осталась какие-то киборги еще что-то такое андроиды все это осталось различные проблемы с возникновением точнее с объяснением возникновения тех же самых китайцев проблемы все эти остались темы эти обсуждаются а насчет клонов как-то все высохло и они стали никому не нужны и вот тут возникает вопросик а почему собственно ведь нам же говорили что все клонирование идет такими большими темпами что вот не завтра так послезавтра уже мы начнем потреблять своих этих клонов если уж не в пищу виде котлет то уж там как бы в виде друзей или в виде каких-то рабов дошло до того что клонированные клетки обернутые в какие-то куски ну типа мяса в америке например даже стали поедаться и объяснялось это тем что клонированные человеческие мясные продукты это в общем-то не сам человек а это всего лишь какое-то хозяйственное так скажем изготовление теперь мы понимаем что все это была чушь что никаких клонов не было и никаких клонов не существует есть обычные физические явленные объекты живые объекты и те американцы просто были каннибалами еле себе подобных придумывая что себе подобные являлись на тот момент клонами если уж кого и называть клонами то только тех людей которых мы каждый из нас не распознает по лицу и для кого кажется многообразие какого-то населения тем что они на одно лицо и определить кто есть кто индивидуализировать вообще это невозможно но например для меня условно говоря китайцы я не могу разобраться кто есть кто для меня это все равно что клон одного человека это конечно определенная шутка но вопрос о том откуда взялись и откуда берутся китайцы остается открытым потому что на этот вопрос вот уже почти 10 лет никто никакого ответа не дал во всех других странах которые мы можем наблюдать даже те же америке какие-нибудь там мексики аргентины все везде прозрачно ты приезжаешь в любую деревню все это смотришь при тебе и рожают при тебе и хоронят и все это на калькуляторе бьется с реальной статистикой у китая такого нет ты можешь изъездить весь китай но до реальной статистики смертности и рождаемости ты никогда не доберешься никаким образом ни с какими калькуляторами ни с какими искусственными интеллектами поэтому и возникают все время мысли о том что китайцы является клонами или каким-то образом рождаются не совсем человеческим путем ну например там были мысли что китайцы рождаются из яиц которые вынашивают какие-то коровы в той самой австралии и которые коровы были сожжены вот этими пожарами для того чтобы замести следы формирования этой китайской расы на первый момент на первый взгляд это кажется смешной даже дико но уверяю вас если вы попытаетесь тщательно отыскать ответы на вопросы как формировалась и как формируется китайская народность вы не найдете никаких ответов даже в официальных справочниках но если конечно в вашем мозгу присутствует способность к аналитике и к логике а если просто читать любую статистику то можете не утруждаться там все объяснено и никаких вопросов у вас не возникнет и так возвращаясь к клонам нам обещали что мы их будем есть что мы их будем эксплуатировать что мы будем брать из них органы для того чтобы ремонтировать себя помните такие фильмы они были во множественном количестве еще десять лет тому назад когда выращивали целые фермы людей которые вообще не понимали для чего их выращивают оказывается они были всего лишь донорскими такими созданиями из которых их хозяева брали для себя различные органы для починки помните там скарлетт йоханссон еще убегала с одним парнем куда-то все бежали не все ехали ну и в результате там все друг друга победили так вот раньше эта тема была очень острая сегодня она пропала и это говорит о том что либо не добрались до принципов клонирования за что я как бы стою то есть я считаю что не добрались либо второй вариант то что создали теперь всю индустрию клонирования завязали ее на некоторых странах где клоны осуществляют рабскую работу как например в том самом китае и теперь перестали публиковать и пиарить эту тему чтобы никто не знал что клоны живут среди нас а все думали что это настоящие люди которые живут и работают как абсолютно официальные человеке у которых есть абсолютно официальные какие-то человеческие права в этом смысле я считаю что это не так почему потому что сегодня не существует понимание биологического тела человека чтобы создавать клонированного человека нужно несколько фундаментальных знаний ну например я условно сейчас говорю что существует в основе человека такая концепция как душа допустим или дух кто как называет от этого как говорится представление не страдает так вот эта душа она находится в подпространстве которые многие из нас называют ну условно говоря там энергетическим еще каким-то то есть это не физическое пространство это не то пространство в котором наблюдается наше с вами тело и вот эта душа выстраивает наше тело определенным образом вокруг себя примерно как скафандр через определенные свои так скажем пути вот этого выращивания мы можем представить примерно знаете как всю эту картинку как плод ананаса когда вот эта нежная желтенькая душа внутри находится а снаружи это шахматная структура в виде вот этих чешуек которые и окружают ананасовый плод и в результате вся эта шишка она получается такой что внутри нежная сердцевина которая по каждому из своих квадратиков ведет к этой самой чешуйки а чешуйка и уже представляется и формируется в виде физического тела и вот этот переход от желтого тела от мякоти к чешуйки всегда снабжается когда вы чистили вы это видели всегда снабжается тем самым ручейком таким волоском таким ходом я даже не знаю как его назвать но каким-то какой-то связью которые связывают мякоть чешуйкой и когда мякоть отдает команду чешуйки что вот на этом месте чешуйка должна сохранять эту мякоть и определенными физическими свойствами обладать так вот на человеческом организме как и у всех остальных млекопитающих и вообще клеточных организмов такая связь осуществляется между душой и живым физическим организмом на уровне клеток каждой клетке существует ядро которое является тем самым видимым местом прикрепление того самого связующего волоска который идет от души к физическому телу наша сегодняшняя наука говорит что в этом ядре находятся какие-то вещи типа днк в виде хромосом в виде еще каких-то совершенно таких механических включений которые якобы формируют все наше тело начиная с тех самых клеток на самом деле нет и пример я вам приведу очень простой из той же самой компьютерной техники когда мы видим компьютерный персонаж мы можем посмотреть его клетки мы можем увеличить но все мы прекрасно с вами знаем что каждой клетки чтобы этот компьютерный персонаж существовал в своем этом компьютерном реальном мире к нему каждому его клеточному вот этому узлу мы обязаны подвести управление из нашей с вами реальности то есть вот если мы являемся душой по отношению к этому персонажу который в компьютере то мы должны обеспечить его управление от нас он получает тот самый управляющий сигнал и этому персонажу который живет в компьютере совершенно не нужны никакие хромосомы и никакая днк совершенно не нужно и я еще раз повторюсь что днк она не в коем случае не отвечает за строение тела тело выстраивается совершенно по другой программе днк даже по официальной версии если она существует она управляет только химическими процессами функционирование нашего с вами тела то есть генерирует те самые белки и различные другие химические соединения но никак не выстраивает нашу с вами такую организмическую массу поэтому возвращаясь к теме клонирования чтобы создать клона нужно все это понимать а поскольку у нас сегодняшняя официальная наука пока тормозится на уровне 19 века то есть вот разрезали раздвинули посмотрели микроскоп сказали вот я вижу там то 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 посидели по придумали нобелевскую премию получили и сразу пошли открытия нифига от нобелевской премии до открытий может быть еще идти в обратную сторону придется по крайней мере нобелевские премии за мир за мир они все такого плана чтобы создать какое-то физиологическое такое открытие оклоны это все-таки клонирование это открытие то нужно каким-то образом двигаться от общеустоявшихся догм которые всегда способствуют получению нобелевской премии и медали и вот ту структуру наших клеток которую я вам рассказал вы можете осознать и вы поймете что сегодня клонирование это полная утопия который невозможно в принципе потому что понимание строение человека совершенно иное и именно поэтому сегодня как бы убрали эту тему из нашего с вами обихода и